Владислав Щупак только начинает свой путь в мир изобразительного искусства, но уже точно знает, как сберечь природу. Юный художник старается разделять стекло, пластик и бумагу перед тем, как погрузить в контейнер. Свою позицию по сбору отходов мальчик выразил через рисунок. Я нарисовал планету Земля. По ней едет поезд с цветами вагона зеленый, желтый и синий. Эти цвета обозначают раздельный сбор отходов. Это нужно для того, чтобы не засорять планету Землю, и она всегда была чистой. Эти яркие изображения на асфальте – своеобразный подарок хранителям природы. В день эколога воспитанники школы искусств имени Доморада решили привлечь внимание к непростой, но благородной профессии. И продемонстрировали свое отношение к охране окружающей среды. Мы готовились недолго, потому что у нас в школе сейчас проходит летом пленэр детский, поэтому в рамках этого пленэра у нас вот такая акция. Мы, конечно, заранее нарисовали эскизы, и по эскизам дети уже делают работу. Все заинтересованы в том, чтобы беречь нашу природу, и своих учащихся стараемся как-то через рисунки, через работы, через эти темы тоже приобщить к сбору мусора и раздельным, чтобы они разделяли его. Заботы о природе в 21 веке выходят на первый план, ведь из года в год экологические вопросы становятся все более острыми. От выбросов в окружающую среду могут умирать и редкие виды животных. Также я считаю, что люди будут больше болеть, если окружающая среда будет загрязнена. Профессия борцов за чистоту земли с каждым годом становится актуальней. Экологи изучают состояние земли, воды, воздуха, анализируют степень влияния промышленной деятельности на людей, животных и растения, а еще мониторят действующие и потенциальные источники экологической опасности. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех коллег, пожелать здоровья, успехов, и чтобы труды приносили результаты, видимые и ощутимые, чтобы действительно мы сохранили то, что есть, то, что нам досталось наследство, я имею в виду наш окружающий центр, прекрасная природа, и приумножили, где-то улучшили. Забота о городе, стране и земле в целом зависит от каждого из нас. Если мы хотим, чтобы наши потомки жили на планете с чистым воздухом, водой и любовались красотой первозданной природы, важно внести посильную лепту, ведь это долг любого гражданина. Максим Кембель, Елена Кутузова, Дмитрий Шевцов, Бобруськ, 360. Максим Кутузова, Дмитрий Шевцов, Бобруськ, 360.